Добрый день. Сейчас у меня в гостях Александр Коваленко, представитель компании «Манделиз Россия». И, Александр, первый вопрос. Что сегодня было у вас на повестке дня? Добрый день. Спасибо за предоставленную возможность осветить ту важную тему, которую мы поднимали на пленарной сессии, в которой участвовала от лица нашей компании. Тема дословно называлась «Международный экспорт». И я был рад поделиться опытом нашей глобальной компании и наблюдениями о том, какие ожидания есть у потребителей за пределами Российской Федерации. Поделиться своим опытом и наблюдениями о том, как правильно выстраивать возможные подходы, возможные модели сотрудничества для экспортных организаций. А в чем сейчас отличие российских ритейлеров от европейских? Я хочу сразу сказать, что, вероятно, тот, кто будет искать очень драматичные, очень значительные различия между европейскими и российскими ритейлерами, будет сильно разочарован. Это не другая планета, это не другая вселенная. И, скорее всего, я бы сказал, что основные различия лежат в длительности стажа и опыта на рынке. Средний российский ритейлер, публичный ритейлер, тем более, не оперирует на рынке больше 15 лет. Европейские ритейлеры имеют 30-40-50-летнюю историю и даже больше. И поэтому они, наверное, более открыты к сотрудничеству с поставщиками, потому что чем насыщеннее рынок, тем меньше точек роста для экстенсивного подхода. Тем больше, скажем так, жизненная необходимость, более активно сотрудничеству с поставщиками, быть более открытыми в предоставлении данных, в обмене наблюдениями и в совместном долгосрочном планировании. Вот мы с вами за камерой говорили, за кадром, что с чем надо идти к ритейлерам. Могли бы сказать нашим зрителям, с чем нужно идти к отечественным ритейлерам? Я думаю, что для того, чтобы российская индустрия ритейла сохраняла высокий темп развития или даже превосходила предыдущие годы по процентам прироста, крупным производителям и крупным ритейлерам, как, в принципе, ответственным за этот рост, необходимо быть более открытыми, более скоординированными совместных действиях по росту категории, чем меньше краткосрочных решений, чем больше открытость и чем более устойчива связь в совместном планировании на как минимум среднесрочном горизонте, 2-3 года, тем больше вероятность успеха и тем больше вероятность того, что в том числе и общие макроэкономические показатели в нашей стране будут расти, потому что розничная торговля по-прежнему почти одна четверть отвалового национального продукта России. А вот производителям с чем надо идти? Вы назвали вот три пункта, очень интересно. Когда мы с вами за кадром разговаривали, могли бы их озвучить? Конечно, никаких секретов. В Европе, как на наиболее развитом розничном рынке, сформировались три основных мотива для принятия решения о покупке в сегменте кондитерских изделий. Это три очень простых мантры. Первое. Потребитель, он или она, хотят покупать то, что хорошо для них и в гастрономическом, и во вкусовом плане. Потребитель при этом хочет испытывать очень позитивный эмоциональный момент, связанный с тем, что он пробует что-то новое. И при этом потребитель хочет быть уверенным в том, что компания, которая предлагает ему такой замечательный продукт, при этом произвела этот продукт без ущерба для окружающей среды. Вот эти три основных, скажем так, элемента сознания потребителя, они становятся все более и более глобальными. И я уверен, что российский потребитель уже начинает принимать решения, исходя из схожего образа мышления. Экологичность наша все. А какие еще есть тенденции на сегодняшний день? Я бы выделил персонализацию предложения. На мой взгляд, в кондитерских изделиях и, может быть, в некоторых других смежных категориях потребитель будет более склонен к принятию решения о покупке, если у него или у нее будет возможность получить продукт в какой-то очень индивидуальной упаковке, заказать онлайн или купить прямо в магазине и получить продукт с нанесенным именем покупателя, то есть его или ее самого, или человека, с которым хочется разделить этот продукт. Наша компания планирует развивать это направление. Я думаю, что уже скоро российский потребитель будет иметь такую возможность касательно хотя бы продуктовой линейки компании Мондолиз. Александр, спасибо огромное. Было очень приятно с вами поговорить.